Ну что же, закончилась короткая программа в соревновании мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию. И лидирует японец Юзуру Ханю, второе место Юма Кожима, тоже из Японии, третье Нейтан Чен, Соединенные Штаты Америки. Ну и если в целом говорить об этой короткой программе, то она получилась какой-то неживой и скучной. Возможно это из-за того, что отсутствует предвзятость, как например в женской дисциплине. То есть отсюда меньше интереса и поэтому все смотрится без энтузиазма. Но все равно странно, даже женская дисциплина, вот начальные разминки, начиная со второй, все равно даже их было интересно смотреть. А вот мужское катание, первые две разминки это просто ужас. Ну а дальше в целом качество прокатов, конечно повысилось, но все равно они были какими-то пресными. Включая даже заключительную разминку. У трех фигуристов на этом турнире выдающееся владение коньком, это Джейсон Браун, Киган Мессин и Кевин Аймас. Но вот в этой короткой программе единственное, кто из этой тройки откатал действительно здорово, был Киган Мессин. Что у Кевина Аймаса, что у Джейсона Брауна, просто отвратительные мусорные программы, на такое дерьмо больно смотреть. Шума Уна также совсем не порадовал, даже наоборот, вот эта его дорожка шагов якобы ставилась, чтобы быть эффектной какой-то, но Шума он как миниатюрная, мужская версия Каори Сакамото, то есть само катание как такового у него хорошее, но владение коньком слабое. И вот эта пародия на дорожку шагов, которую он катал, ну это смотрелось крайне жалко. Но тем не менее не обошлось без положительного, хотя опять же смазанного. Если мы посмотрим на прокат Нейтана Чена, к сожалению было падение на четверном лутце в самом начале программы, но все равно как он катался потом, во-первых сам костюм, то есть казалось бы обычные черные штаны и рубашка, но это настолько стильно на нем смотрится, вот ничего лишнего. Не какие-то вот эти дедушки на пиджаки, как на коледе, не смешной наряд, как на ханю, а вот именно все было очень стильно и со вкусом. Вот такой вот идеальный минимализм. И вместе с этим сама программа, вот эта постановка и вот эта дорожка шагов. Казалось бы, Нейтан Чен, фигуристу которого нету, ну скажем так таланта, хорошо кататься. Владение коньком у него достаточно среднее. Но тем не менее, насколько же здорово он исполнил вот эту дорожку шагов. И здесь даже речь не о его коньках, а об его движении корпусом, о вот этой хореографии, о его чувстве музыки. То есть насколько это была музыкальная дорожка, насколько она была акцентная. Мы уже сто раз говорили о том, что Нейтан танцует лучше всех. То есть он реально умеет танцевать. Не жалкая пародия, как у других фигуристов, а именно реальные танцы. И не в последнюю очередь именно из-за этого. И подобная дорожка шагов в его исполнении с такой постановкой выглядит настолько шикарно. Ну вот последние сезоны ему всегда ставят шикарные короткие программы. Произвольные, конечно, почему-то уступают. Частенько они даже на порядок хуже. Но короткие программы всегда со вкусом. То есть везде одновременно минимализм и в то же время вот эта искорка, изюминка в плане вот этого изящного исполнения дорожки и всех этих хореографических элементов. Так что по итогам короткой программы, именно за счет вот этой нескучности, за счет яркости, свежести и без всяких вот этих уродских нарядов, абсолютно лучшим был Нейтан Чен. Субтитры сделал DimaTorzok